Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 1 мая. Хочу я поздравить всех с праздником весны, мира и труда. Как раньше выходили с вами на демонстрации, все мы помним. Ну а сейчас, как правило, в этот праздник все уезжают в сады, на природу. Но в этом году погода так же, как и в прошлом году, не радует нас. Это Свердловская область, я показываю вам. Мы уже выехали из города, и вот видите, хочу показать, нигде ни травинки, ни вообще никакой зелени, ничего. Это 1 мая. Бочки не набухают на растениях. Ну, в общем-то, как будто прям совсем ранняя-ранняя весна. Может быть, даже как бы у кого-то, может, март такой бывает. Ну, у нас, вот видите, даже снег, он видно, лежит между кустами. И, в общем-то, у нас весна вообще не приходила. Вот многие мне даже пишут, что весна такая хорошая началась, и вдруг вот снегопады, и холодно. Ну, у нас ничего и не начиналось. То есть мы как бы еще только ждем, когда весна наступит. И вот со 2 мая нам обещают уже с завтрашнего дня теплую погоду, прям вот до 15 градусов днем. И, в общем-то, наверное, очень быстро, когда мы будем, наверное, возвращаться домой 4 числа, то уже, наверное, и зеленая травка выскочит у нас. А сейчас я показываю вам, ну, выехали мы уже за город, вот просто нашу природу нашу. Ну, какую тут природу, тут ничего пока еще нет. Ну, в общем-то, окрестности нашей Сверховской области. На дороге очень мало машин, потому что еще раннее утро. Да, и вот уже я вижу 3 градуса. Видите, 3 градуса. А утром мы выезжали. Утром было минус 3, сейчас плюс 3. А вот так уже быстро солнышко светит, и, в общем-то, температура повышается. Сегодня у нас тоже днем плюсовые температуры обещали, и ночью тоже плюсовые. Или, по-моему, ноль, да, ночью сегодня ноль. Вот тут какие-то, я не знаю, старенькие деревушечки. Проезжаем мы. Новоисецкое. Вон, видите, видно, наверное, что в полях, там, вон, снег. Видно, что здесь. И здесь вот видно снег. То есть, вообще, никаких признаков весны на Урале нет совсем. Совсем. В саду у нас вообще нет смысла сейчас что-то делать, потому что грязь. Прям просто каша. Очень грязно, сырая. И, в общем, даже не можем мы заняться уборкой. Вот то, что осталось с осенью, убрать мы не можем. Тут вот у нас, у нас очень много лесов. Здесь вот березовые леса. Вот оставила я свою рассаду дома. Занесла все с балкона. С балкона занесла все домой. Но не все. Питу не оставила на балконе. Не знаю, жалюзи прикрыла. Потому что вот второго, третьего обещают тепло. И, боюсь, как бы они у меня там не сварились. Потому что балкон закрыт. И восточная сторона. Оно почти полностью закрыло жалюзи полуприкрытые. Надеюсь, что не сварятся растения. И остальная рассада вся стоит прямо в комнате. Конечно, темно. Вот видите снег. Темно, но думаю, за четыре дня, может быть, ничего не случится. Все полила. И буду надеяться, что приеду. Моя сада меня дождется. Ну, несмотря на то, что какая бы погода, вернее, на улице не была, мы всегда 1 мая уезжаем отдохнуть на 3-4 дня. В общем-то, набраться сил перед сезоном садово-огородным. Единственное, что раньше меня утешало, хотя бы то, что половина рассады была уже вывезена в теплице. Но вот в этом году не получилось. Не знаю, к чему мы приедем. Но дело в том, что проплачивается отдых заранее. И мы даже не знаем, какая будет погода. И поэтому в любом случае мы, конечно, едем отдохнуть. Вот это вот у нас, типа деревни, да, поселок какой-то. Деревня Колчедан, да, это деревня. Вот такая вот деревушка маленькая, небольшая. И сейчас мы едем навстречу к друзьям. Всегда мы встречаемся в одном месте. И едем сегодня мы две семьи нас. Обычно мы ездили тремя семьями. У нас был состав побольше. Ну, третья семья, это моя сестра с мужем. Ну, так как в этом году всегда у них за рассадой следила мама. Они жили с мамой. И кошка у них еще. И, в общем-то, они оставляли все на маму. А в этом году у них оставить не на кого. Ни кошку, ни рассаду. И, в общем, они не поехали с нами. Мы едем вот двумя семьями. Ну, отдохнуть все равно в любом случае надо. Тем более, что, ну, смысла нет все равно на празднике оставаться дома. Так как в саду-то ничего не поделаешь. Вот приедем и начнем уже заниматься садовыми работами. Вот так вот, видите. Ну, нигде ничего. Я вот даже смотрю и слышу, многие говорят, и сирень уже цветет, и черемуха цветет. У кого-то уже и отсвели и крокусы, и нарциссы. Ну, у нас вообще ничего, ничего. Абсолютно ничего. Не знаю, чем Урал так провинился. Но вот уже два года сподряд мы совершенно безвестны. Тем не менее, настроение хорошее. И всегда, когда начинаешь... Вернее, когда только сел уже в машину, и ты понимаешь, что поехали отдыхать, уже как-то, я не знаю, все заботы отключаешь от своего сознания, и полностью отдыхаешь, наслаждаешься отдыхом. И я думаю, что так же, как и всегда, в общем-то, как каждый год, мы проведем эти четыре дня. Очень весело. Отдохнем, зарядимся энергией. И приедем, начнем сразу работать. На этом я ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока.